Вторая теорема выглядит так. Ну а что такое вообще логическая формула? Ну, дальше, пусть у нас только вот эти конъюнксы и дизунки, тогда больше ничего нет. Теорема отличается от Kf или от Dnf тем, что она может быть сильно вложена друг к другу. И, кроме того, отрицание может не только у переменных стоять, но и у скобок. То есть может быть какая-нибудь, например, такая формула, скажем, B в конъюнксах отрицания, Q или отрицание R, даже или отрицание S в конъюнксах. Значит, вот, например, такая формула. Значит, дальше можно сделать следующее. Вообще на формулы можно еще смотреть, как материль. И вот самое главное операция для дизъюнкса в этом стреле. Значит, дальше тут направлено идет конъюнкция. Значит, тут идет P. Тут, значит, отрицание. Тут, получается, дизъюнкс. Значит, тут Q. Значит, тут отрицание. И тут, соответственно, примерно так же. Значит, отрицание. Потом конъюнкция. Потом S. И потом D. Так вот, идея состоит в том, что мы заведем новые переменные для всех вот этих привычных вершин тоже. Или для всех от формул, можно сказать. Значит, еще, на самом деле, для тех, где отрицание, не MZ. Изводить достаточно для тех, где операции стоят. Ну, например, вот это вот X, вот это Y, вот это Z и вот это W. И получается, что выполнимость вот этой формулы, то есть выполнимость формулы, вот такой вот, это эволентно выполнимости системы. Система будет вот такая. X равняется U или R. Дальше Y равняется V и X. Z равняется X, W равняется Y или Z. Ну и само W должно быть 10. Да, то есть последнее, что это просто W. Ну или можно сказать, что W равно 1. Формулу мы правильно вычисляли. Вот. То есть это просто последовательность, как мы ее считаем, если идти снизу вверх. Ну да, как мы ее считаем, если идти снизу вверх, и в конце должна получиться единица. Вот. Ну а заметьте, что здесь во всех этих формулах как раз три переменных, а последняя одна. Поэтому вот здесь вот уже можно применить арену о том, что у любой формулы есть KNF. Если у нее всего три переменных, то это будет 3 KNF. Да. Отлично. Ну и потом как система-система, это тоже система, поэтому все вместе тоже получается 3 KNF. Понятно? Да. Безусловно. Все отлично. Все понятно. Хорошо. В общем, дальше вот эта самая задача про 3 KNF, это как раз фундамент дальнейшего дерева сводимости, да, и сети сводимости. В общем, тут как раз все самые интересные конструкции происходят. Да. То есть вообще вот этих вот аренуковных задач известно очень много. Во-первых, уже спасибо. Мы уже знаем, что она есть, и мы уже знаем реальные примеры, то есть и будем человечество задать. Уже хорошо. Да, да. В общем, дальше вот эта вот 3 KNF, это уже очень хорошая задача. Ее уже можно много куда свести, но, известно, вот оставшись время, а сколько успею, расскажу. Вот. А вообще это совершенно не объектная речь. Значит, если вас это заинтересует, ну, хотя бы, с точки зрения, какие вообще бывают с этой полной задачей, ну, объект можно в Википедию пойти, там есть список. А вообще есть такая книжка известная, классическая книжка Гэри Джонсон. Значит, по-русски она называется «Начислительные машины и трудно решаемые задачи». По-английски она называется «Компьютер с интернет-автомити». Значит, «Начислительные машины и трудно решаемые задачи». Значит, это, в принципе, книжка вот по этой области. Такой учебник, он написан в 17-м году. Соответственно, вот эту теорему Клевина – это 17-й год. То есть это вот завершение первых нескольких лет развития теории, когда уже много чего было сделано. А в том числе были открыты уже тогда сотни этаповых задач. И они вот… Вообще книжка выглядит примерно так. Первые отверстие страниц просто как обычный учебник, излагаясь там теоремы, доказательства, определения, там все как надо. А последние примерно 100 страниц – это такой структурированный список, какие есть однополные задачи. Ну и немножко других. Бывает, с открытым статусом, чем там какие-то. Ну, в общем, там несколько сотен уже в этой книжке есть. Ну, а сейчас еще больше известно. В принципе, есть такое, можно сказать, даже развлечение. Значит, можно… То есть вообще есть такой класс задач головоломки. То есть есть какие-то условия и вопрос, можно ли решить головоломку. То есть есть ли вообще решение. Удает значение, что взять какую-нибудь игру, в магазине купить, настроенную игру, какие-то там правила, обобщить как-нибудь, чтобы это была массовая задача, то есть чтобы можно было в магазине любого размера. И дальше пытаться оказывать или альбургатель по полноту, соответствующую задачу. Вот, а не до сих пор регулярно появляться такие работы. Значит, в 2019 году была задача, была работа, которая называлась так. Classic Nintendo Games R&B Complete. То есть классические игры в приставке Nintendo являются топовыми. Да, какие-то были категор типа Super Mario, и вопрос, можно ли пройти данный уровень или нельзя. Оказывается, каким образом можно закодировать формы на любые вычисления. Вот. Значит, до телевидения сейчас мы, конечно, такие вещи не будем изучать, а будем изучать классические вещи, которые тогда же в 70-х. Там была еще тогда же, в 71-м году, статья типа 21, полная задача для того, чтобы научить этапы. И давайте две-три изучим. Так.